Добрый день, уважаемые жители автономии! В эфире программа Диалог студии. Для вас работают Валентина Чубан и мой коллега звукооператор Павел Арнаут, директор агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Наталья Кожакар сегодня в нашей студии. Наталья Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Петербургский международный экономический форум прошел относительно недавно. Участие в этом большом событии принимали и представители ГГОЗИ. В составе делегации были и вы, Наталья Валерьевна. Скажите, какие перспективы были открыты для нашего региона в рамках данного мероприятия международного и какие вы провели встречи и с кем? Спасибо большое за приглашение, Валентина. Да, с 15 по 18 июня я участвовала на Петербургском международном инвестиционном форуме. Данная площадка уже заявила о себе и на протяжении нескольких лет делегации из ГГОЗИ посещают данное мероприятие. Мы как агентство по привлечению инвестиций участвуем на всех форумах, на всех площадках. Это и Российская Федерация, это и Турция, и Германия, Польша. Мои коллеги были и в Лиссабоне, в Португалии. Мы стараемся максимально вовлекаться во все подобные экономические форумы. Целью данных визитов, это, конечно же, является информирование в нашем регионе. Это продвижение имиджа, это привлечение инвестиций. Мы информируем международные кампании о возможностях, о преимуществах, которыми располагает ГГУЗИ. В рамках данного участия на форуме мы провели ряд встреч, например, с министром цифрового развития Татарстана, с господином Хайрулиным. Нам удалось достичь ряд договоренностей. Совместно с ними мы развиваем наш региональный проект IT Digital Hub, он сейчас называется Kit Hub, Comrade Innovation Technology Hub. Данный хаб совместно мы развиваем, каким образом? Коллеги из Татарстана оказывают нам поддержку обучающего характера. На сегодняшний момент мы совместно оборудуем ряд кабинетов и классов организационной техники в нашем хабе. Это одна из договоренностей, которая была достигнута в рамках этой встречи. Вторая договоренность это обучение нашей молодежи. Мы планируем направить группу молодых участников, которые желают обучиться IT-специальности, которые готовы были бы перенять опыт Татарстана. Татарстан является лидером на сегодняшний день в развитии IT. И у них существует огромное количество инфраструктурных объектов и институтов, которые внедряют и развивают данный сектор. И нам есть чему поучиться у них. Команда, которая будет администрировать IT Hub, стоит перед нами сегодня очень важная задача. Нам нужно идентифицировать этих людей, которые готовы развивать и участвовать в развитии нашего региона и конкретно внедрять данные направления. Мы смогли бы их направить в Татарстан для того, чтобы перенять опыт, для того, чтобы изучить, каким тенденциям необходимо следовать, как вовлекать молодежь в данную индустрию. На сегодняшний момент, если рассуждать, то молодежь не хочет работать в сельском хозяйстве, они хотят работать больше в сфере IT. Это высокие заработные платы. На сегодняшний момент средняя заработная плата в этом секторе — это свыше 30 леев. И нам важно, как исполнительной власти, представить нашей молодежи право выбора. Это либо обучение в профессиональном училище, либо высшее обучение в университете, к примеру, Комрадском государственном. Это либо работа в сфере IT. На сегодняшний момент мы с нашими партнерами проработали в области привлечения проекта Techville. Это спасибо нашим партнерам из USAID и Швейцарскому правительству. Благодаря им мы привлекли этот проект. Это около 8 миллионов леев. Этот проект на сегодня временно размещается в Комрадском государственном университете в действующем корпусе. И мы планируем, что в ближайшее время, после завершения инфраструктурных работ в нашем основном корпусе хаба, они, соответственно, переместятся. В рамках встречи с министром мы обсудили их визит в регион. Мы планируем, что в рамках инвестиционного форума, который пройдет в Гагаузии, господин Хайрулин посетит автономию. Это уже осенью, да? Да. Как правило, инвестфорум проходит. Мы сейчас определим даты форума, анонсируем и, соответственно, уже будем работать. И в рамках этих встреч мы активно также приглашали наших партнеров посетить форум. То есть дополнительно мы проинформируем и о дате, и о повестке, и о программе, когда оно в соответствии уже будет готово. Мы проинформировали не только господина Хайрулина о предстоящем форуме, но и бизнес. Нам удалось встретиться с рядом компаний. Это компании из Российской Федерации. Данный форум посещают не только экономические агенты Российской Федерации, это, соответственно, и зарубежные компании, это и представители Турции. И нам удалось также провести ряд встреч с бизнесом, проинформировать о нашем инвестиционном потенциале, о климате, о преимуществах, которые есть в регионе. Также провели ряд встреч по информированию о наших свободных экономических зонах. Для нас это важный ключевой фактор. И когда мы ведем переговоры с бизнесом, мы всегда предлагаем эту площадку. Эта площадка является хорошим бенефитом, преимуществом для того, чтобы инвестор смог открыть свое производство в автономии. На сегодняшний момент в Республике Молдова действует 43 международных соглашения. И в Гагузии они действуют в том числе, это и соглашение о свободной торговле со странами Эссенге, с Турецкой Республикой, с Европейским Союзом. И о всех этих преимуществах, конечно же, мы информируем весь международный бизнес. Это тоже является преимуществом при определении и при выявлении потенциальных площадок инвесторами, где бы они хотели, соответственно, запустить свой бизнес. Скажите, представители каких стран были более заинтересованы в предложениях, которые озвучивали вы? На сегодняшний момент Германия, Турция, Российская Федерация, соответственно, тоже экономические агенты. То есть это как раз и те основные участники, которые приезжают к нам на инвестфорум? Да, это те потенциальные клиенты, с которыми мы бы смогли работать в дальнейшем. Чуть выше вы, Наталья Валерьевна, сказали о диджитализации. Действительно, об этом говорим в последние пару лет довольно много. На этом власти региона делают акцент. Скажите, каким потенциалом все-таки обладает ГГУЗия, чтобы развивать IT-сферу? И вы сказали, что молодежь не хочет работать в сфере сельского хозяйства, но, возможно, она захочет работать в сельском хозяйстве, модернизированном, с применением IT-технологий. Далекое ли это будущее, либо все-таки оно очень близкое к нам? Именно этот опыт мы пытаемся и перенять у наших коллег из Татарстана, потому что внедрение IT-технологий можно, соответственно, в различные сектора осуществлять. Это и в сектор сельского хозяйства и так далее. То есть на сегодняшний момент развитие IT в регионе – это очень потенциальное направление. То есть мы на сегодняшний момент приинформировали молодежь. Мы имеем студентов ТУМа, выпускников, которых мы обязаны трудоустроить в ближайшее время. Мы привлекли ряд компаний IT. Это и Power IT. Вы, наверное, были на открытии этой компании. Она тоже временно размещается в Камрадском государственном университете. Почему? Потому что здание Хаба на сегодняшний момент не готово и не введено, скажем так, в эксплуатацию. Но данная компания изъявила интерес, и они будут резидентом нашего Хаба и планируют практически около 600 квадратных метров арендовать. Какие перспективы? Перспективы есть. Работа ведется. Проект Techville уже в регионе. Данный проект является тоже локомотивом. В рамках этого проекта проходит ряд программ, начиная со школьной скамьи. То есть прививается любовь к IT-специальностям еще и со школьного возраста. То есть мы работаем комплексно в этом направлении, работаем с Камрадским университетом, работаем с ТУМом. И, соответственно, привлекаем партнеров, таких как и GIZ в том числе. Благодаря привлечению данного крупного партнера нам удалось разработать и проектно-сметную документацию для проекта Хаба. Это и разработка бренда. То есть у нас теперь есть своя визуализация. То есть мы теперь на всех площадках при привлечении инвестиций уже имеем свою визуализацию, свой бренд, который мы можем пускать в средства информации. То есть все эти проекты, которые реализуются, это результат ваших встреч на подобных форумах? Правильно понимаю, Наталья Валерия? Это договоренности, это обмен опытом, это дальнейшие визиты, это уже плановая работа, которая устраивается. Турция — страна, с которой у ГГУЗи и Молдовы сложились достаточно тесное сотрудничество, и оно продолжает набирать определенные обороты. На днях ГГУЗи посетила делегация. Скажите, кто был в составе этой делегации и какие были основные цели этой встречи? Визит турецкой делегации состоялся 18 июня. В рамках этого визита нас посетили и мэр города Мерсин, это и руководитель торгово-промышленной палаты, это и бизнес. В целом около 39 предпринимателей из Турецкой республики посетили нас. В рамках данного мероприятия нам удалось проинформировать о всех инвестиционных преимуществах, о нашем законе об инвестициях, о наших свободных экономических зонах с тремя субзонами. Был, конечно, Камрад Чедерлунгов. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что у нас есть важное преимущество, это и закон о субсидировании рабочих мест. То есть если на уровне республики Молдова этот закон действовал и, соответственно, приостановил свою работу, то на уровне автономии он сейчас продолжает свою работу. Это является одним из важных конкурентных преимуществ нашего региона. Это наличие агентства по привлечению инвестиций. На таких мероприятиях очень важно их информировать о существовании данного агентства. И наше агентство сопровождает инвесторов на всем этапе становления их бизнеса. То есть когда экономические агенты из Турции, Германии, неважно из какой страны приходят и решаются инвестировать в автономию, сталкиваются с рядом проблем. Это и законодательство местное, это и налогообложение, это и поиск локаций, поиск рабочих мест. И мы этим занимаемся совместно с нашими инвесторами. От запуска проекта, соответственно, и в дальнейшем. У нас есть такое понятие в нашей работе, это aftercare. То есть после того, как проект запустился, мы оказываем поддержку и в дальнейшем в регулировании различного рода вопросов. Необходимо получить какую-то сертификацию или дополнительные производственные процессы внедрять. Нужно найти партнеров. То есть всем этим занимаемся мы совместно с нашими коллегами. В рамках данного мероприятия присутствовали около 29 экономических агентов наших местных, региональных. Мы провели B2B-встречи. Это является хорошей площадкой для того, чтобы обмениваться опытами, знаниями, продукцией. То есть данные B2B-встречи дают возможность и нашему местному бизнесу выходить на другой рынок или же закупать, к примеру, сырье или какую-то продукцию по низкой цене. То есть все зависит от договоренности, каких они достигнут в рамках этих встреч. Подобные B2B-встречи мы проводим не только с Турецкой Республикой, не с экономическими агентами из Турции, но и с итальянцами. То есть мы потихонечку идентифицируем те страны, которые были бы заинтересованы в сотрудничестве с нашим бизнесом. Обращаемся к ним с запросом, организовать бизнес-миссии к нам в регион. И, соответственно, вот таким образом мы помогаем нашему бизнесу в нахождении партнеров международных. Говоря о льготах, предусмотренных нашим законодательством потенциальным инвесторам, какую реакцию получаете? Считают ли они это достаточно выгодными условиями со стороны ГАГАОЗИИ? Однозначно, особенно закон об инвестициях, он всегда получает только положительные отклики. Мы информируем о том, что в случае, если инвестор вкладывает определенную сумму, к примеру, около 5 миллионов леев, 30% из бюджета мы равными долями сможем им субсидировать. То есть это уверенность бизнеса в том, что мы, как исполнительная власть, заинтересованы в том, чтобы их инвестиции в регионе эффективно развивались, их проекты эффективно работали. То есть мы готовы их поддержать в их намерении, мы заинтересованы в том, чтобы они приходили с инвестициями не только в денежном плане, но с инвестициями в человеческий капитал в том числе. То есть очень важно, что когда инвестор приходит, он приходит со своей технологией, со своими новшествами. И не всегда мы в регионе можем найти для них квалифицированную рабочую силу. Мы столкнулись, например, с такой трудностью при работе с нашим инвестором. Это компания Vion Power, которая занимается производством газовых электрогенераторов. Здесь в регионе мы не смогли найти инженеров и тех специалистов, которые ему нужны конкретно в этом направлении. Мы его проинформировали о том, что если вы инвестируете в наших людей, обучаете их, то, соответственно, из бюджета мы готовы 50% от стоимости обучения оплатить. То есть это сыграло определенную роль, это для него тоже уверенность в том, что даже если он приходит, он вкладывает. Мы готовы будем частично компенсировать его затраты. Для этих инвестиций в человеческий капитал, для нас это важно, что эти люди останутся в регионе, они в дальнейшем могут и открыть свои какие-то производства, обладая знаниями, которые в них, соответственно, вложат. В любом случае это неплохое вложение. Согласился ли на это условие инвестор? Однозначно. Сегодня у меня запланирован визит как раз к нему. Проект в работе, он продолжается, да? Да, сегодня запланирован визит к нему на производство. Он как раз налаживает свои производственные линии, и мы как раз идем на следующий этап. Это уже подбор сотрудников, обучение и запуск производства. Действительно, если все льготы можно просчитать и прописать в законах, в документах, то у человеческих капиталов существуют определенные риски, на мой взгляд, в КГУЗе, потому как не всегда можно найти рабочих на ту или иную области. Именно поэтому мы активно внедряем и программу в образовательную, сотрудничаем с техническим университетом. То есть мы имеем выпускников, на сегодняшний момент это около 24 выпускников, которые в дальнейшем мы должны будем трудоустроить. И опять же там как раз те специальности, которые необходимы нашим инвесторам. Это инженеры, программисты, по специальности архитектура, строители. То есть как раз те направления, в которые в дальнейшем мы сможем им представить работу. Вернемся к визиту делегации турецкой. Сфера промышленности, сельского хозяйства, IT-отрасли. Это направления, которые вы определили для этой встречи. Скажите, какое из этих направлений больше всего заинтересовало потенциальных инвесторов? Не только эти направления мы отметили. Список шире, да? Да, однозначно у нас и были экономические агенты, которые заинтересованы в упаковке, логистике, строительстве. То есть были представители разных секторов. На сегодняшний момент логистика это то, что те инвесторы, которые нас посетили, отдали приоритет именно этому направлению. Гагузия выгодно расположена географически. То есть у нас есть определенные преимущества. Мы проинформировали бизнес о том, где мы располагаемся, о свободной экономической зоне, о границах, которые имеются у нас во всех возможностях. И на сегодняшний момент именно это направление является приоритетным. Мы будем работать с ними в дальнейшем для того, чтобы они инвестировали в свободные экономические зоны, открыли логистические центры в том числе. Почему нет? Скажите, они посетили эти свободные экономические зоны, которые есть в Чедерлунге? Ну во всех трех районах Чедерлунга, Камрат, Вулканешты, ознакомились с условиями, которые предложены будут им? По программе они не посещали физически эти зоны, но они ознакомились со всеми возможностями в рамках презентации, которые подготовили мы. Мы ознакомили их и со всей инфраструктурой, которая имеется в свободной экономической зоне. У нас практически в каждой из субзон разработаны детальные мастер-планы. Очень мало свободных экономических зон в Республике Молдова, которые имеют инфраструктуру, подведенную практически ко всем субзонам. У нас это все имеется. Мы проводим определенную работу, своими усилиями мы, к примеру, не можем выстроить производственные площадки для инвестора, усилиями исполнительной власти. Это затратно. У нас в бюджете на сегодняшний момент сложно будет найти денежные средства и направить, соответственно, в постройку данных площадок. Какую работу провели мы? Мы идентифицировали инвестора, компанию, которая готова и является уже резидентом свободной экономической зоны. Мы провели с ней ряд работ в Камрадской субзоне. Они готовы будут застраивать первые 6 тысяч квадратных метров и в дальнейшем будут выстраивать дополнительные площадки. То есть они выстроили одну производственную площадку, мы ее сдаем в аренду инвесторам вторую и вот таким образом будут выстраивать карточный домик. Выходите в выход из ситуации. Да, нам важно, чтобы инвестор понимал о том, что в короткий период времени у него будет площадка. Да, он может ее арендовать у застройщика. Да, мы можем ее предоставить, если она у нас имеется из своей базы данных. Но на сегодняшний момент идем именно по пути того, чтобы удовлетворить спрос инвестора. И при этом у него определенные льготы, послабления и все возможности, которые только может предоставить автономия. Наталья Валерьевна, на территории автономии функционирует ряд предприятий с турецким капиталом. Есть достаточно крупные, которые работают уже здесь много лет. Представители этих компаний встречались с делегацией турецкой, чтобы рассказать о своем опыте работы в Какаозе. На мой взгляд, это был бы положительный момент сотрудничества, показательный. Мы запланировали эти встречи, мы запланировали следующий визит. Хотелось бы отметить, что они приехали не только в Гагузию. В рамках этого форума Молдо-Турецкого они работали три дня в Республике Молдова. Два дня в Кишиневе и только один день в автономии. Это работа совместная с Инвест Молдовой, это агентство по привлечению инвестиций национального уровня. И существует, соответственно, Инвест Гагузия, это единственное агентство по привлечению инвестиций в регионах, в автономии. То есть наша слаженная работа, это является, соответственно, плод проведения данного форума. То есть что мы сделали? Два дня они отработали в Кишиневе, один день, соответственно, они занимают дорога до региона. Это рабочая программа, которая была больше, чем пять часов в регионе, соответственно, отъезд. Мы максимально постарались эту программу подвести к тому, исходя из спроса этой делегации. Им важно было узнать о инвестиционных преимуществах, им важно было узнать о площадках, им важно было узнать о секторах приоритетных, какие они смогли бы развивать здесь у нас совместно в регионе. Исходя из этого была бы строенная программа. Но в рамках следующего визита у нас уже будут визиты и в свободные экономические зоны, то есть мы уже сможем более физические, скажем так, встречи с и руководителем свободной зоны, и с нашими компаниями, которые работают уже, поделятся опытом, положительным и так далее. Дата следующей встречи уже известна, либо пока еще нет? Да, дата следующей встречи – это ориентированность на инвестиционный форум, который пройдет у нас. Если вдруг Молдова, так скажем, предложит более выгодные условия, вы сказали о том, что два дня они провели с вашими коллегами в Кишиневе и в других регионах страны, и после уже к нам сюда в автономию, если вдруг те условия им покажутся более выгодными, не будет обидно? Потому как вы делаете все, чтобы привлечь инвесторов в регион, вы и ваши коллеги. Смотрите, условия выгоднее, чем в автономии, их нет. То есть вы в этом уверены абсолютно? Нет, я хочу в это верить. На самом деле у нас есть все для того, чтобы инвесторы пришли. То есть это и площадки, и свободные зоны, это и человеческий капитал. И в данном случае у нас сыграет то, что мы народ, который можем говорить с ними на одном языке. То есть наш язык схож. Здесь это является ключевым фактором. Они приезжают сюда и приезжают как к себе домой. То есть они могут найти себе и сотрудника, и говорить с ним на одном языке. То есть здесь мы конкурентоспособнее. Здесь мы можем предоставить им и условия, и человеческий капитал, и все для того, чтобы они свободно инвестировали и развивали свои проекты в регионе. Я так понимаю, что говорить об итогах Молдо-Турецкого форума пока рано, но все же. Как вам показалось, что в итоге будет? Любой форум — это мероприятие, после которого мы еще работаем на протяжении 5-6 месяцев. Мы проводим работу с ними. Мы мониторим те договоренности, которые были заключены с ними и с нашими местными компаниями. Мы информируем, дополнительно отправляем информацию, мы отправляем и площадки, какие им необходимы. То есть это и деловая переписка, это и онлайн-встречи с Zoom. Это все еще мероприятия, скажем так, мы ставим план действий. То есть это, грубо говоря, еще 5-6 месяцев эффективной ежедневной работы. То есть мы напоминаем о себе, потому что понятно, что не только в Молдову они приехали с таким визитом. Это и, может быть, и другие страны, которые могут предложить условия и другое законодательство, и другие преимущества. То есть мы напоминаем о себе ежедневно, мы информируем, мы обрабатываем их запросы. Это тоже определенная процедура, когда это специфическое направление, например, в сельском хозяйстве или в переработке. И нам нужно предоставить им больше информации для того, чтобы они смогли разработать свой бизнес-план и чтобы могли оценить рентабельно, необходимо приходить к нам в регионы, инвестировать или нет. То есть это работа, о которой мы сможем о результатах и о итогах сообщить вам позже. Кропотливую работу проводите вы и ваши коллеги. Скажите, Наталья Валерьевна, сколько времени может, примерно, в среднем, исходя из вашего опыта, сколько времени может пройти от момента знакомства с потенциальным инвестором до запуска производства на территории автономии? Чтобы мы понимали, примерно, насколько долгосрочные эти планы и когда ожидать результат. Исходя из международной практики, привлечение инвестора к компании доходит до трех лет максимальный срок. Это нормально? Это исходя из международной практики. У нас такого времени нет. Нам нужно показывать результаты. Мы постоянно должны говорить о том, что мы сделали. Мы находимся под пристальным вниманием. То есть все ждут о том, что каждая встреча, она даст какой-то плод. Но мне вот интересно, вы понимаете, да, процесс привлечения инвестиций, что это сложно. Человека убедить вложить свои финансы в другой регион, в другую страну, дать те аргументы, которые устроят его, и он сможет с уверенностью внедрять проекты. Это, конечно же, долгоиграющая процедура. Нам необходимо... Понятно, что недостаточно просто прописать что-то в законе. Недостаточно прописать, недостаточно проинформировать и провести одну встречу. Это встречи, которые идут стабильно, ежемесячно, онлайн-встречи, переговоры. Мы подключаем наши местные компании, да, перед тем, чтобы принять решение прийти в регион. Например, компанию «Бойер» возьмем немецкую, которые на сегодняшний момент уже трудоустроили около 50... Создали около 50 рабочих мест. Прежде чем они пришли в регион, мы провели ряд встреч и с нашими местными компаниями, которые смогли бы оказывать определенные услуги им. Например, это компании по перепоске, это компании, которые могли бы поставлять какие-то комплектующие им. То есть прежде чем принять решение и огласить его, мы провели ряд встреч и на национальном уровне, и с представителями министерств, и на нашем местном уровне, и с бизнесом, и с арендаторами, да, пока они разработали свой бизнес-проект, это определенная процедура занимается. Только после этого, грубо говоря, это около 8 месяцев у нас заняло. То есть убедить инвестора достаточно сложно. Да, однозначно. Сколько лет существует ваша команда, так скажем, и агентство по привлечению инвестиций? Около 4 лет? Нет, в 2019 году, к концу, было создано наше агентство. 26 октября мы были созданы. За этот период времени, я могу сказать, что, нет, за прошлый год было привлечено более 24 миллионов леев, да, но это коммерческих инвестиций, хотела бы акцентировать внимание. То есть это не сумма, которая пришла в бюджет? Это коммерческие инвестиции. Это другая сумма. Если говорить о суммах наших партнеров, это вот проекты Эквил, о которых я говорила выше, это тоже более 8 миллионов. То есть если суммировать, наши инвестиции превышают бюджет агентства по привлечению инвестиций в разы. У нас команда небольшая, у нас 6 штатных сотрудников, но мы работаем, грубо говоря, 24 на 7. Мы работаем, анализируем запросы, информируем, участвуем на международных выставках. То есть это только часть того, что мы, в принципе, на что направляем наши усилия. Каждый из наших сотрудников говорит на иностранных языках, для нас это очень важно, потому что инвестор международного направления, когда приходит к нам в регион, он говорит на английском. По крайней мере, у нас условия, чтобы каждый из сотрудников мог свободно говорить на английском языке, для того, чтобы проинформировать о инвестиционном потенциале и, соответственно, проработать качественно каждую встречу. За эти три года, да, так скажем, существования агентства по привлечению инвестиций, сколько проектов было реализовано, Наталья Валерьевна? Я могу перечислять компании. Это и компания Бойер, которая занимается производством медицинского оборудования. Они на сегодняшний момент на стадии расширения. К концу этого года планируется, что они трудоустроят уже около 80 сотрудников. Если их проект делился в несколько фаз, первая фаза подразумевала собой, что они запустят производство медицинского оборудования, это пошив ковриков, да, вторая фаза — это уже пайка, это уже более производственный процесс. Они будут трудоустраивать дополнительных сотрудников и обучать их в том числе. И Бойер — это хороший пример того, что наших сотрудников, наших швей направляли в Венгрию для того, чтобы перенимать их опыт. На протяжении недели они обучались, они изучили полностью все стандарты, нормативы, каким они должны следовать, и, соответственно, по приезду сюда они уже обучали других наших граждан для того, чтобы, соответственно, производственный процесс соответствовал ожиданиям инвестора. Это что касается этой компании. Компания «Авион Пауэр» — это производство газовых электрогенераторов, более... нет, цифры были где-то рядом. Более двух миллионов лев он инвестировал на сегодняшний момент. Это в Чудерлунге, если они уже есть? Нет, это в Камраде, в свободной экономической зоне. Да. Бойер тоже в Камраде. Эта компания... на сегодняшний момент мы работаем с примарией Дизгинжа, и компания, которая устанавливает солнечные панели. Мы работаем с компаниями, с международными. Для нас очень важно, чтобы эти компании открывали юридические адреса в регионе. То есть для нас это акцент, мы ставим именно на том, чтобы они налоги платили к нам в бюджет. Исходя из этого, мы можем проводить в дальнейшем анализ эффективности деятельности агентства в том числе. Это что касается производства солнечных панелей. Это, опять же, проекты, которые носят образовательный характер и развитие IT. Это компании IT, это IT Step Academy, Power IT. Они все уже эффективно работают в регионе, создают рабочие места, планируют расширяться и переходить, соответственно, в наш IT Hub. То есть можно продолжать перечислять эти компании. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире. На нашу почту поступило несколько вопросов. Я зачитаю один из них. НСГ настаивает на упразднении вашего агентства, если вы считаете его рентабельным и нужным, отчитайтесь перед депутатами, докажите им, что не зря создана такая структура. Такое вот пожелание от наших слушателей. Отчет у нас готов, и в наш адрес поступали запросы от депутатов. Исходя из этих запросов, мы готовили ответы. Все максимально прозрачно, и результаты наши мы о них говорим не только на заседаниях и исполнительного комитета, но и в эфирах, и на передачах. Мы информируем постоянно и в социальных сетях, и на сайте Инвест Гагаузи. То есть всех интересующих сторон они могут, в принципе, ознакомиться с этим. Но мы готовы и предоставить отчет, если он, соответственно, будет запрошен. То есть готовы отстаивать интересы агентства перед Народным собранием Гагаузи? Вы знаете, мы даже отстаивать, это такое слово, я озвучила в своем выступлении раньше, о том, что наш бюджет составляет мизерную часть из тех инвестиций, которые мы привлекли. То есть мы привлекаем деньги в бюджет автономии. Мы та организация, которая не тратит, а привлекает в бюджет. Мы работаем с инвесторами, благодаря им создаются рабочие места. Это определенное отчисление в бюджет. Они арендуют помещение у наших экономических агентов. Все эти деньги, они остаются у нас в регионе. И наш бюджет за прошлый год мы окупили в 15 раз, если говорить о цифрах, в 15 раз. То есть мы не поедаем, скажем так, деньги из бюджета, мы, наоборот, его пополняем. Спасибо за ответ. И еще один вопрос, зачитаю, который поступил к нам на почту. Как вы считаете, целесообразно ли тратить за два дня на форуме полбюджета одного села? Особенно, когда были ковид-ограничения, нельзя ли было как-то проводить эти форумы поскромнее? Спрашивает житель Кангаза. Данные форумы — это площадка, благодаря которой может выстроиться конструктивный диалог между властями, между бизнесом, между дипломатическими миссиями, между президентами других стран. Мы имеем опыт аналогичный. На этом форуме мы информируем, еще раз хочу отметить, о всех преимуществах, которые есть у нас в регионе. Благодаря этому форуму к нам приходят экономические агенты в регион. То есть если в цифровом соотношении сравнить, сколько было потрачено, как было в вопросе за два дня, и сколько было привлечено, это в разы было окуплено. И хочется отметить, что у нас экономические агенты активно участвуют в качестве спонсоров при проведении этих форумов. Даже экономические агенты чувствуют интерес и чувствуют преимущества, которые в дальнейшем идут от проведения этого форума. На этих форумах мы привлекаем не только экономических агентов, но мы развиваем и социальную инфраструктуру. Были подписаны ряд соглашений, это и открытие такого крупного производства, как Fujikura. Это тоже было в рамках одного из проведенных форумов. То есть если проанализировать то количество инвестиций, которые были привлечены и сколько было затрачено, то мы оправдали однозначные ожидания. Спасибо. И еще один вопрос. Что делает агентство по привлечению инвестиций для того, чтобы малый и средний бизнес у нас в регионе развивался? Я так понимаю, что имеют в виду местных экономических агентов? Агентство по привлечению инвестиций в этом направлении активно сотрудничает с организацией по поддержке малого и среднего бизнеса «УДИМ». Мы участвовали в тендерах и благодаря тому, что агентство смогло поучаствовать в данных тендерах, мы смогли обучать здесь в автономии наш местный бизнес. Одна из сложностей – это то, что нашему бизнесу необходимо обучаться, к примеру, в Кишиневе, то есть на румынском языке. Наш местный бизнес не вовлекается. Есть определенная сложность – это отсутствие информации. Агентство по привлечению инвестиций максимально идентифицирует молодежь, которые готовы развивать свои проекты. Мы их здесь на месте обучаем по программе «Старт Пентрутинер». Мы где-то около 2 курса провели, и практически каждый из них получил финансирование в размере до 180 тысяч леев. То есть это тоже национальные инвестиции. Мы оказали содействие в привлечении этих денежных средств. То есть мы провели эти курсы, они получили сертификаты. Следующий этап – они сдали свои бизнес-планы, получили финансирование. Это программа «Паре 1 плюс 1». То есть на каждый привлеченный лей за границей, лей из данной организации выдавался в подарок. 10 дней необходимо было в рамках этой программы обучаться в Кишиневе на румынском языке. Наш бизнес не был готов к такому. То есть это и затраты по переезду, по проживанию. Плюс ко всему это на национальном языке. И качественно подготовить данный бизнес-план и потом его защитить. Соответственно, это сложность. Агентство по привлечению инвестиций запустили группу здесь в регионе. Около 20 экономических агентов мы обучили. Все они получили сертификаты. И практически каждый из них смог воспользоваться данной возможностью и получить на одну компанию около 250 тысяч лев. То есть если суммировать, это тоже национальные инвестиции, которые были привлечены. Мы находили здесь преподавателей местных наших на русском языке, которые готовили свой модуль обучения по написанию бизнес-планирования, обучали данную целевую аудиторию, исходя опять же из направлений. И в дальнейшем открывалась возможность получать финансирование. Оказываете также дальнейшую поддержку экономическим агентам, которые приняли участие? Оказываем и дальнейшую поддержку, и в привлечении средств к нам обращаются компании и просят оказать содействие в написании бизнес-проектов. То есть консультационную поддержку мы оказываем и в этом направлении в том числе. И малому и среднему бизнесу какую поддержку мы еще оказываем? Мы информируем о всех выставках международных, национальных, которые имеются в Республике Молдова и, соответственно, на других площадках. То есть у нас есть возможность их, соответственно, экспортировать эти товары на те рынки, соответственно, какая выставка есть. Плюс ко всему есть возможность воспользоваться из фонда поддержки предпринимательства автономии с субсидированием участия в выставке. То есть мы комплексно информируем, помогаем даже в заполнении заявок на участие в выставках, в оформлении делегаций, то есть чтобы соответствовали определенным запросам, секторам. То есть в таком контексте тоже работает. То есть в плане продвижения экспорта вы оказываете только лишь такую поддержку? Мы идентифицируем рынки, которые интересны бизнесу. Мы работаем с торговыми сетями, такие как «Магнит», если говорить о Российской Федерации. То есть мы осознаем, что есть договорные отношения. И сейчас логистика – это один из ключевых барьеров, с которыми сталкивается наш бизнес. Мы выходим с инициативой, стараемся урегулировать те или иные сложности. Вот, кстати, слушатели интересуются, следите ли вы за судьбой дальнейшей местного бизнеса. Спасибо как раз вот то, о чем вы говорили, что оказываете и дальнейшую поддержку. И еще один вопрос. Наталья Валерьевна, счетная палата выявила финансовые нарушения в работе управления по делам Башкана. Цифры впечатляют. Народ возмущен. К чему эти форумы и фестивали, если тратятся миллионы, а привлекаются лишь тысячи? А вы готовы к проверкам? Однозначно. И я озвучила в своем выступлении, о том, что не привлекаются тысячи, а привлекаются в разы больше денежных средств в развитии автономии. Кстати говоря, о информировании. Вы сказали, что отчет готов, и вы готовы говорить о цифрах на любых площадках. Собственно, и говорите у нас сейчас в эфире. Но в общем доступе, в открытом доступе, где могут жители автономии ознакомиться с этим отчетом, с количеством привлеченных вами инвестиций, чтобы как-то развеять сомнения и исчерпать подобные вопросы. Мы публикуем эту информацию на наших социальных сетях. Это и Facebook, и после каждого мероприятия, каждых встреч, сколько что, какие затраты понесли. То есть эту информацию можно изучить в социальных сетях. Спасибо. Наверняка ваша команда строит определенные планы на предстоящие три месяца, полгода, год. Какие планы у вас до завершения 2022 года? Что наметили, что намерены в обязательном порядке добиться? В обязательном порядке мы должны провести инвестиционный форум. Это однозначно. Он будет, кстати, как-то отличаться от предыдущих форматов? Отличаться он будет. Мы сейчас работаем над концептом, над программой, над повесткой, над направлениями и приоритетными секторами, которые мы планируем развивать. У нас сейчас ведется активная работа по привлечению бизнеса, стран, делегатов, которые готовы участвовать. У нас уже это стоит в повестке международного бизнеса, и поступают запросы в наш адрес, когда этот форум будет, потому что в деловом календаре, соответственно, у каждого из них им необходимо внести эту дату. Нам необходимо провести этот инвестиционный форум, нам необходимо урегулировать ряд сложностей со свободными экономическими зонами, нам важно привлечь денежные средства в их развитие инфраструктуры. Мы работаем с профильными министерствами для того, чтобы и на национальном уровне уделялось определенное внимание финансированию наших свободных экономических зон, чтобы выделялись денежные средства на развитие их инфраструктуры. Своими усилиями мы привлекаем и девелоперские компании, и участвуем в написаниях в проектах, и привлекаем JSZ наших партнеров, но этого недостаточно, нам необходимо вести в этом направлении работу в том числе. Плюс ко всему мы проводим еще ряд бизнес-миссий у нас запланированные, это итальянские, то есть мы из Румынии в том числе, мы идентифицируем тот рынок, который интересен нашими компаниями, в дальнейшем будем проводить еще и ряд бизнес-миссий. Спасибо, Наталья Валерьевна. Я вас благодарю за это интервью, за ответ на мои вопросы и вопросы наших слушателей. Напомню для нашей аудитории, что в эфире Гагувского радио участие в программе «Диалог в студии» принимала директора агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Наталья Кожикар. Всем всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин